Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решила разобрать свой гардероб. Я вообще люблю это делать периодически. Может быть, не глобально, там, сверху донизу все вытаскивать или еще что-то. Но периодически я вот так прохожусь по вешалкам, по полочкам, что-то убираю. Но раз в полгода, может быть, я хочу прям пройтись по всему. И обычно еще в этот момент я переорганизовываю немножко полки. У меня в шкафу система эльфа, и это очень удобно, потому что в зависимости от потребностей можно поставить разные полки, разные ящики, переставить их там в один ряд, либо по нижнему краю. Ну, в общем, такой конструктор. Вообще, для гардероба, который был бы, например, побольше, для своего гардероба я бы очень хотела систему PAX IKEA. Во-первых, она дешевле. Во-вторых, она мне больше нравится, как смотрится, вот такая деревянная, либо белая, потому что на черном очень видно пыль. У них столько разных ящичков, столько вот разных штучек, где можно организовывать. У эльфа тоже все это есть, но у них в разы дороже. Но в такой, например, маленькой гардеробной PAX, скорее всего, бы не встал, да, потому что у него есть стеночки, он бы много места занял. И поэтому для таких маленьких гардеробных, эльфа или ольгот IKEA, ну, там у них просто меньше вариантов организации. Но это такое хорошее решение. Для меня, например, встроенный какой-нибудь гардероб, где ничего нельзя менять, вот как ты бы заказал, там какой-нибудь итальянский. Вот так вот он и будет теперь всегда. Это вообще не вариант. Вообще не вариант. Постоянно хочу что-то менять. Казалось бы, уже нашла прям идеальную систему. Нет, через полгода я чувствую, что она не идеальна. У меня муж все время говорит, знаете, я только привык, что лежит, где, на каких полочках, там, на кухне, например. А я уже переорганизовала. Я, конечно же, сделала удобнее, но ему приходится снова привыкать и искать вещи, как будто переехал. В общем, давайте я вам покажу, что у меня там, что я хочу, в принципе, переделать. Вот таким вот образом выглядит мой гардероб. Когда я только захожу, здесь у меня сразу стоит полка с сумочками. Она, конечно, выдвигается, но смысла мне ее выдвигать нет. И здесь я вот так вот организовала все свои сумки. Далее у меня лежат украшения. В таких замечательных органайзерах это очень удобно. Но в Икеа, в Пакси мне они больше нравятся. Далее у меня идет белье, носочки. Здесь разные джемперы. Как-то у меня туда вот, кстати, не тянется рука. Что-то мне хочется это все перебрать. Вот. И здесь у меня лежат брюки разные, джинсы, которые не мнутся. Тоже некоторые лосины, некоторые хочу убрать отсюда. Здесь у меня тут разные штучки, которые, типа, временно положила, какие-то пакетики. Дальше здесь у меня летние купальники, всякие летние шорты. Есть слишком коротенькие, которые я не хочу больше носить, такие коротенькие. Здесь спортивная одежда. Я ее тоже хочу переорганизовать. В последний раз я ее организовывала по комплектам. Вот прям берешь один комплект целый и выходишь. Сейчас я хочу несколько по-другому сделать. Надоело мне так. Теперь хочется по-другому. Домашняя одежда. Здесь тоже половину надо перебрать. Замечательный комплект, который мне подарил муж, но он полностью синтетический. Я не могу такую синтетику носить на теле. Мне прям... И здесь тоже спортивная одежда, какие-то свитеры. Здесь тоже что-то я временно накидала. Например, классные виниловые брюки. Но я еще ни разу их не надела, чтобы мне не давило в талии. Они прям на очень узенькую талию. Надо было брать на размер побольше, чтобы мне было комфортно. Я не люблю, когда мне давят. И я не буду ждать, когда я там похудею. Не знаю, стану лучше и влезу в них. Я... Одежда для меня, а не я для одежды. Поэтому, ну, может быть, придет сезон, какие-нибудь другие найду. Потому что мне очень нравится вот этот вот винил. Как он шуршит, когда ты идешь. Как он выглядит с каким-нибудь свитером. Вообще классно. Потому что всякая домашняя одежда. Джинсы тут бросила. И вот висят разные штуки. Спортивные костюмы я тоже вешу, чтобы они не мялись. И там далее разные платья. Овероллы, комбинезоны. Здесь, вот на этой вот чисто. Штуки. Я организовала капсулу. То, что я ношу этим летом. Что-то новое, что я купила. Развесила. И отсюда, в общем-то, выбираю, в чем, например, я поеду в отпуск. Дальше здесь у меня висят футболки. Здесь рубашки и какие-то джемперы. И пиджаки. Далее здесь у меня находится ценная вещь. Очень. Дженечка. Жендос. Сладенький. И это вообще, это коробка с вещами, которые я продаю на Vesti Air. Далее у меня вот здесь вот есть еще такие картины, которые мама сделала для меня в подарок. Мне они нравятся, но для меня они сейчас здесь темные. Я хочу либо убрать вообще, оставить белую стену. Я бы повесила сюда, может быть, какой-то постер. Но вот эта вот штучка дурацкая, это вообще вентиляция, она, конечно, мешает. Так. И разворачиваемся. Здесь у меня висят разные украшения. И здесь еще есть сумки, которые я все люблю, все ношу, все оставлю. И сверху у меня тоже есть такое хранение разных штук, которые я не ношу. Они, может быть, какие-то сентиментальные. Так, для того, чтобы мне было не супер жарко моему затылку, я сделаю хвостик. Итак, хочу начать с самого конца гардероба, с самого края. Что у меня здесь разные платьишки, которые я, например, не буду носить уже. Я тут еще недавно, буквально на днях посмотрела, взяла курс в школе шопинга. Вы, кстати, спрашивали, как у меня, как я нашла вообще свой стиль. Вот, школа шопинга мне в этом очень-очень помогла. И недавно я посмотрела курс про минимализм. И я поняла, что вообще это на самом деле настолько мое. Вот именно стиль минимализм, когда какие-то авангардные формы, еще что-то. Мне это действительно очень нравится. Я не люблю платья с цветочками там, с какими-то орнаментами. Вот, поэтому все это буду перебирать. Это у меня, кстати, лет 15 этой штуки. Меховая, не жилеточка, но я не знаю, такая с короткими рукавами. Натуральный мех. Просто она у меня висит. Я, потому что сейчас я не ношу мех натуральный. Я не люблю натуральный мех. Такая у меня осталась с прошлой жизнью, когда я еще была не против этого. Возможно, я что-то придумаю, что с этим сделать, как-то переиспользовать. Не знаю, может быть... Я даже не знаю, что можно сделать, потому что я, в принципе, не хочу носить мех. Возможно, кому-нибудь подарю, кто хочет носить мех. Не мой друг, явно. Это мой комбинезон от Twelve Stories. Обожаю его. Просто такой цвета хаки. Классный. Единственное, что здесь везде пуговички. И если хочется в туалет быстро, не получится. В общем, надо заранее планировать с походу в туалет. Далее вот такое платье. Это платье от Mango. Я его пока оставлю все-таки, потому что не сезонные вещи. Летом от всего теплого хочется избавиться. Но вообще оно вписывается в мой стиль. Единственное, его надо постирать. Вот такой вот комбинезон от питерского блогера, девочки. Когда холодно, использую с удовольствием, чтобы быстро куда-то съездить. Забрать почту в магазин, на ресайклинг станцию. Натянул и побежал. И один такой, темно-синий у меня еще был. Я Миане подарила. Платье от Twelve Stories. Обожаю. Вообще, Twelve Stories очень люблю. И это платье тоже с удовольствием ношу. А это мое второе платье на свадьбе. На моей. Я в него переодевалась. Оно очень классно сидит. Оно вообще-очень прикольное. У него такой скошенный низ. Но вот эти вот рукава, они как бы открывают плечо и дальше где-то вот здесь вот начинаются. И руки не поднять. То есть вот я такая. Что я делаю? Я снимала. В итоге оставляла просто это платье на лямках. А рукава завязывала на спине как бантик на свадьбе на своей, чтобы можно было танцевать там вечером. Но оно мне уже маленькое. Я не хочу от него избавляться, потому что это сентиментальная штука. Но у меня есть коробка свадебная, где лежит мое свадебное платье. И его я уберу тоже туда. Вот такое платье от Tiger of Sweden. Вообще, если бы желтый был очень близко к лицу, мне было бы не очень хорошо. Но так как он далеко от лица идет, то мне это платье нравится. У него здесь еще такой разрезик. Классное. Классное летнее платье. Я его уже давно носила, но уже мне не хочется. Я предложу Мианне. Вдруг ей понравится, потому что она просила предлагать ей вещи, от которых я хочу избавиться. Мое кожаное платье от Topshop. Супер. Ой, это какая-то коллекция Zara лимитированная была. Это мне очень напоминает какой-нибудь костюм Абба. У него еще здесь немножечко расклешенные брючины и разрезики внизу. Здесь разные замочки. Это тоже замочек. Можно глухо застегнуть, а можно вообще расстегнуть. Классный комбинезон. Я вообще комбинезон люблю, если вы заметили. И снова комбинезон. Белый. Это утеркве. Я его тоже очень люблю. Здорово. Мне нравится скошенная штука. Далее вот такой вот еще комбинезон. Очень крутой. Вот эта вся бахрома, открывающая спину. Он уже старенький совсем. Тот Абба. Абба мне больше подходит. Далее вот такое вот платье. Оно просто классного цвета. Но когда вот такая вот жара, я его надеваю, тоже опять съесть по каким-то таким обычным делам. Да, я его оставлю. Просто из-за того, что у него очень классная ткань. И оно удобное. Вы его даже видели у меня в видео у некоторых. Помните этот комбинезон? Это Эндада Сторис. Вельветовенький такой, уютненький. Пусть он кого-нибудь еще радует. Не меня. Далее вот такая вот шелковая туника от H&M. Я просто сниму ее с вешалки и уберу в пляжные вещи. Потому что ее по городу носить нельзя. Она просрачная. А если под нее надеть какой-то купальник на каком-то курорте жарком, то это более уместно. По городу как бы... Далее вот такое вот платье. Это Аркет, по-моему. Примерно похожее по текстуре. Но вот его можно и по городу, в принципе, носить в жару. Что-то я вообще забыла про него. Вот это вот любимое мое платье. Просто. Я его, конечно, обожаю. Ему уже столько лет. Но я его с собой беру в отпуска. Мне просто ужасно нравится цвет. И как оно выглядит в какой-нибудь Испании. В жаркой стране. И вот примерно такое же тоже платье. Розовенькое. And other stories. Оставляю. Вот такое платье Club Monaco. Ну, это вообще такая классика, что даже не знаю, что с ним должно случиться. Оно просто должно разорваться, чтобы я от него избавилась. У него замечательная длина. Можно какой-то пояс красиво надеть, сверху рубашку. В общем, классное платье. И оно еще не тонкое, а двойное. Двойная у него такая вот здесь ткань. Вот. А это платье мне подарила подружка. Ну, это такое совсем бохо. И это не совсем мое. Ну, не то, что я бы сама купила. Хотя я его носила, когда мы ездили в Хорватию. У меня в нем есть фотографии. Так что оно мне послужило. Вот это тоже платье-пиджак. Lovers and Friends. Ну, не мой стиль. Я его носила, наверное, один раз. Один раз я его надела. Не знаю. Я тогда себя плохо понимала, когда я его купила. Не мое. И вот такое платье от Karen Millen. Я его очень любила. Но оно... Оно мне маленькое. Оно мне тогда уже давило немножко. Но мне тогда нравились такие вот тайт вещи, чтобы прям собрать. И вот ты такой идешь, как в чехольчике. А сейчас мне так не нравится. Сейчас я хочу свободу. Платье, на самом деле, очень классное. Мне нравится, как рукава. Оно смотрится супер. Я предложила его Миане. Ей так понравилось. Но оно ей оказалось тоже маленькое, потому что у нее широкие плечи. Кстати, кто не в курсе Миана, это дочка моего мужа. Я тоже ей 16 лет. Далее. Меня видно, кстати, здесь. Разобралась с летними платьишками. У меня здесь дальше висят разные домашние костюмы-комбинезоны, которые занимают, на самом деле, дофига места. Помните мой костюмчик H&M? Предложила его тоже Миане. Так, все это домашние и спортивные. Спортивные костюмы, это значит домашние костюмы. На самом деле, я их хочу все-таки сейчас сложить. Надоели они мне в висячем состоянии. Хотя, потом гладить. Нет, мне надо их оставить, чтобы они висели. Нет, я их оставлю, чтобы они висели. Передумала. Тем более, у меня есть место. Что я? Возвращаем вас на место. И вот, кстати, классное платье-худи. Надо начать его носить. Это H&M коллаборация с Moskino. Далее мои низы. Часть из них, которые висят на вешалках. Такие из Кужзама брюки манго. Люблю. Штаны Ralph Lauren. Очень прикольно. У них такие вставки внутри, как будто на лошади кататься. Но у них низкая посадка или средняя посадка. Но они довольно низко для меня сидят. Мне надо, чтобы повыше это все было. Поэтому такие брюки. Вельветовая, коричневая. Обожаю расклешенные брюки, на самом деле. Поэтому, конечно же, они остаются. Остаются. Юбка. Нет, вообще, мне она нравится. Ну, вдруг я когда-то хочу в такой образ. Знаете, у меня очень мало юбок. И это мне действительно нравится. Но крайне редко ее ношу. Но буду. Не готова с ней расставаться пока. И вот такая кожаная юбка. Я, кстати, специально ватные диски вот так вот сделала, чтобы не оставалось защипов. Кстати, надо проверить. Ну, чуть-чуть есть все равно. Но поменьше, по крайней мере. Ладно. Вас вешаю обратно. Далее у меня здесь такая ситуация, что брюки не умещаются. Видите, они такие мотаются здесь. А тут уже дальше идет ящик. Поэтому этот ящик я хочу переместить вот сюда. Пока я этот ящик перемещаю, естественно, разберусь, что мне вообще из него надо, а что не очень. Я хотела вернуть эти... Помните мои джинсы? От Pull&Bear. Мне они нравились, но они разошлись на попе. Очень свободные джинсы. Я их даже ни разу не постирала. Но вот такое вот качество. Если смотреть на просвет, то видно очень много дырочек у него. Они расходятся вот. Смотрите. Еще дырище. В общем, я хотела их отвезти обратно им, но я забыла. Забыла про них, поэтому отвезу их обратно в Питер. У меня мама любит обшивать из джинсы разные штуки. В общем, например, коробки старые для хранения где-нибудь. Чтобы они были более плотные, она обшивает это джинсой старой. Далее, что у меня здесь? Синтетика. Я в прошлый раз думала, да нет, ну я оставлю. Нет. Нет, 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 нет. Мя не подарю. Так, я вам потом покажу конечный результат. Потому что сюда никак не поставить камеру, чтобы было удобно показывать. Летние вещи. Сделала-ка я перерывчик. Представляете, упаковывала тренч-код, чтобы продать на Vesti Aero в кармане. Нашла очки, которые я год думала, что потеряла. Я их не видела год. Я думала, что я их где-то оставила, но как же так? Я никогда этого не делала. В кармане. Просто абсолютно случайно. Я уже в коробку его положила, потом думаю, не, дай по-другому сложу. И нашла. А так бы ничего, такой был бы бонус, конечно. Классные очки, я их обожаю. Так, эти шортики Zara. Если вы помните мои покупки, я их показывала. Они прикольные, но они не выдержали напора моих ляшек. Просто разорвались. Просто разорвались. Белая юбочка. Обожаю ее. Эти шорты. Я другие куплю. Мне их муж любит, потому что они коротенькие, но они на низкой талии. Я не против коротеньких шортов, но чтобы они были повыше, если они еще на низкой талии, еще и коротенькие. В общем, нет. Ой, эту юбочку я люблю. Кстати, очень крутая. Weekday. По-моему, шведская фирма. Она вообще такая, какая-то косая. Вот так вот, да, вот так вот закрывается. Раньше очень любила купальники Agent Provocator. Они такие красивые. Посмотрите, даже цвет какой. Я вот так свернула уже. И раньше у них дизайны были такие суперские. Вот этот вот вообще обожаю. Но сейчас, когда я смотрю, я там что-то ничего интересного больше не нахожу. Более. Ну, сколько? Ну, блин. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Маленькая комната. Нифига не маленькая. Переходим к моим пиджакам. Здесь есть что разобрать, на самом деле. Вот этот вот пиджак. Мне он нравится, но он на мне не сидит. Я его предложу Мяне, хотя сомневаюсь, что у нее широкие плечи шире, чем у меня. Возможно. Но вдруг ей будет как раз... Нет, так нет. Ладно. Далее вот такой вот кардиган. Блин, что находится внизу? Там Дженни спит все время. Это просто все в волосах. Далее вот такой пиджак. Ему уже 100 лет. Он уже мне узенький. Как бы хочется сейчас, чтобы был более широкий. Чтобы можно было под него надеть свитер, например. Какой-нибудь тоненький хотя бы. А вот это, кстати, нужно повесить в летнюю капсулу. Чтобы я не забыла. Далее вот такая вот рубашка. Сейчас как раз когда похолодает, где-то в сентябре. Вот до начала курток. Очень классно я носить. Тоже Зара. Джинсовая рубашка 12 Stories. Но это вообще классика. Никогда с ней ничего не случится. Мне вот не нравится, как он сидит. Видите, вот эти вот торчащие штуки. Как будто старомодно это выглядит. А брюки от него. Это был костюм. А брюки от него прикольные. Вот тоже приятненький такой пиджачок. Вот тоже классный пиджак. Под болинсиагу. Вот это классический пиджак. Видите, у него здесь такое приталенное. Выраженная очень талия. Ну, вот это вот мой новый пиджак. Он еще с биркой даже висит. Я его еще не носила, потому что жарко. И вот этот белый длинный... Ой! Его бы надо почистить. Он весь в пятнах. Длинный белый пиджак. Манго. Классно носить с короткими шортами, с короткой юбкой, чтобы он был подлиннее. Это еще не все. Сверху висят рубашки. Это вообще у нас на День Святого Валентина. В этом году с мужем не очень хорошо получился выброс подарки. Он мне купил этот парфюм, который мне не понравился. А я ему купила вот эту вот водолазку, которая ему не понравилась. Он вообще-то сказал, Настя, вообще-то мне не нравятся водолазки и это. Но я оставила ее себе. Что, ему не нравится? А мне, кстати, замечательно. Обожаю этот свитер Пинко ХБ. Вот этого прям давно уже не носила, но не могу расстаться. Люблю, не могу. Вот такая тоже. Классный такой ХБшный свитшот, что ли. Но он внутри как полотенчика. Откос. Вот, кстати, тоже классная асимметричная с разными разрезами джемпер. Вот тоже асимметричная. Асимметричная мне прям очень нравится. Это я обожаю блузку, это Ирвис какой-то, Орсиунд Айрис. По-моему, это Нью-Йоркский бренд. Очень красивая, очень. Ну что, вот так вот у меня все получилось. В общем, на верхней полке остались духи, которые мне нравятся. Дальше идут сумочки для путешествия. Пустая полка. Здесь все поясочки лежат, которые ни к чему, ну, не используются, в общем. Которые шли в комплекте с кофточками разными. И отпариватель. Все вот эти вот ремни. Разные другие, которые вот на этих крючочках висят. Все это остается, кроме вот этих двух. Ну и вот это тоже вообще переборчик уже. Ну, это тоже, я не знаю, для кого я купила. Это типа на ногу одевается, какая-то как подтяжка. Очень-очень пикантная. Ну что, добро пожаловать в обновленный гардероб. О, здесь даже пустая полочка, обратите внимание. В общем, вот что получилось. Сильно, может быть, что-то не изменилось. Но, на секундочку, я убрала одну полку. То есть, минус одна полка. Это вот так вот я хорошо разобрала. Все. В принципе, система хранения осталась как есть. Кроме того, что вот эта вот нижняя переехала чуть подальше, чтобы здесь помещались брюки, которые я повесила. Вот так. Я показала вам весь мой гардероб и не только разобрала, как в предыдущих видео, а показала вообще все вещи, которые я оставляю, которые выкидываю, познакомила тем, что я ношу. Надеюсь, вас это вдохновило разобрать свой гардероб, заняться, возможно, своим стилем. Чтобы понять свой стиль, нужно обязательно для этого понять себя, что вам нравится, в чем вам комфортно. Не одеваться так, как нравится кому-то. Да, для того, чтобы себя комфортно чувствовать в одежде, нужно действительно этим заняться. Смотреть, может быть, какие-то аккаунты, где показывают что-то, и тогда вы понимаете, а вот это мне нравится, а это мне нравится, а это не нравится. Что у вас откликается. И потом вот это вот потихонечку собрать в кучку. С того момента, как я плотно начала заниматься своим стилем, прошел год. И это еще продолжается. Вот сейчас, наконец-то, это становится намного лучше. Мне больше нравится, что я вижу в зеркале. Построение своего стиля – это, наверное, процесс, а не какой-то даже результат. Если вам интересно, что мне помогало, я внизу оставлю аккаунты, которые я подписана в Instagram, на YouTube. Блогеров, которые я смотрю, которые меня вдохновляют какими-то идеями. И оставлю ссылку на школу шоппинга, на которой я, в общем-то, училась. Постоянно подписана на какие-нибудь курсы, на какие-нибудь рассылки. Татьяна Тимофеева – основатель этой школы. Вообще, мне очень нравится, как она все это рассказывает. Ну, вот и все. На этом видео подходит к концу. Я пойду включу кондиционер, потому что он сейчас выключен, чтобы была тишина. Иначе он очень сильно шумит. А пижамку мою нужно будет уже выжимать. Спасибо, что были со мной, провели со мной этот день в моем гардеробе. Надеюсь, вам было интересно. Если было интересно, ставьте пальчики, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, что вам особенно понравилось. А может быть, что-то не понравилось в моем гардеробе. Скажите, Настя, как это вообще ты могла оставить? Так что пишите. А с вами увидимся скоро в новом видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok